И сегодня депутаты Народного собрания Гагаузи не утвердили состав и структуру будущего исполкома. Сотни протестующих, собравшихся перед зданием, где шло заседание, требовали утвердить его состав. 30 суток ареста получил водитель, предположительно виновный в серьезном ДТП, которое произошло в ночь на 24 июля на столичной улице Дичибал и скрывшийся с места происшествия. Мера была назначена судьями Чиканского суда. Множество тиров, груженных молдавской продукции, простаивают на одной из таможен Российской Федерации. Представители Министерства сельского хозяйства нашей страны сообщили нам, что ведомство не было уведомлено об этом. В результате схода оползня в Грузии погибли по меньшей мере 11 человек. По данным Министерства иностранных дел Кишинева, информация о том, есть ли среди пострадавших наши соотечественники, пока не поступала. Депутаты Народного собрания Гагаузии, собравшиеся сегодня на заседание, так и не утвердили ни структуру будущего исполкома, ни его состав. Между тем, в Камрате к зданию Народного собрания автономии вышли сотни протестующих. Пришедшие на митинг люди требовали утвердить состав исполкома Гагаузии, предложенный новоизбранным башканом Евгении Гуцул, и не препятствовать ее работе. Бурные дебаты на заседании Народного собрания Гагаузии продолжались более часа. Часть депутата выступила за утверждение исполкома в том составе, в котором его предложила башкан Евгения Гуцул. Я сегодня, естественно, что могу понять Евгения Гуцул. Плохо, хорошо, кому-то нравится, кому нравится она башкан Гагаузии сегодня. Естественно, что она может сегодня предлагать и структуру, и исполком Гагаузии. Не имеем мы права сегодня шантажировать, но я считаю, что 100 дней башкан имеет право выдвигать, и мы должны, как это было всегда Гагаузии, поддержать исполком, дать шанс, чтобы 100 дней они поработали. Некоторые из депутатов предложили Гуцул оптимизировать структуру исполкома, уменьшить количество чиновничьего аппарата. На что башкан ответила, что ее команда, несмотря ни на какие препоны, готова в полном составе приступить к работе. Да, у меня команда профессиональная, команду, которую я вместе с силным счетом отбираю, вместе с международной комиссией. Я хочу сказать, что дайте шанс проявить себя. Хватит ругаться, нам надо объединяться. Мы вас просим поддержать нашу команду, проголосовать и дать возможность работать. У нас одна цель и одна задача. Это изменить ситуацию в Гагаузии. Заседание НСГ в Камраде проходило на фоне протеста перед зданием исполкома, где собрались сотни людей, которые требовали от депутатов утверждения исполкома, предложенного новоизбранным башканом без затягивания процесса. Сегодня народное собрание вообще неправильно относится к своему народу. Сегодня народное собрание бойкотирует нашего башкана, который представил новый исполком Гагаузии. Я думаю, что это говорит о том, что сегодня господин Гостантинов делает все возможное, чтобы это не утвердить. Они как решили, так будет. Нет, не будет, как они решили. Народ решил, народ выбрал. Народ и будет дальше выбирать. Ранее одной из основных претензий к предложенному ГУЦУЛ составу исполкома было то, что некоторые кандидаты не владеют гагаузским языком, что противоречит действующему законодательству автономии. Сегодня же председатель народного собрания Дмитрий Константинов обосновал решение НСГ тем, что при оформлении состава исполкома якобы были допущены ошибки. Нарушения есть, некоторые параметры не были правильно включены в структуру, поэтому мы пришли к мнению, что принять такую структуру народное собрание не может. Мы будем ждать сейчас новое представление от Башкана, она представит и будем смотреть. Дальше комиссии будут опять же работать. Процедура, как было до этого, так и пойдет дальше. При этом в Народном собрании Гагаузии есть и те, кто сомневается в обоснованности этих обвинений. Башкан имеет свое видение по поводу структуры и членов исполнительного комитета. И мы, депутаты, не должны были сейчас ходить в полемику, должны были бы просто дать им возможность поработать. Наш юрист говорит, мы правильно сделали, юрист исполком говорит, что они правильно сделали. Это, знаете, дело дискуссии. Поэтому я думаю, что мы все равно найдем золотую середину и придем к единым мнениям. Мы должны принять исполнительный комитет, чтобы Башкан имел возможность реализовать свою программу, которую она обещала перед народом. В итоге вопрос об утверждении новой структуры так и не был рассмотрен. Заседание перенесли на следующую неделю. Член команды Евгений Гуцул Павел Вережану, кандидат на должность первого заместителя Башкана, выразил уверенность, что тогда на заседании исполком будет утвержден. Как обычно, первый блин комом, но я уверен, что народные депутаты в следующий раз, конечно же, не утвердят исполком. Потому что если не утвердят второй раз исполком, то значит будет распуск народного собрания, так как предвидено в уложении автономии. Наша команда самая лучшая, самая сильная. Мы понимаем, что где-то кому-то не нравится наша команда, но невзирая на это вы видите и поддержку людей. Напомним, 27 июля новоизбранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул представила в Камраде кандидата в состав Исполнительного комитета автономии. Высший совет прокуроров провел сегодня заседание. В повестке было семь вопросов, в том числе обращение, касающееся отзыва с должности заместителя главного прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией Василия Плевана, а также тема, связанная с предполагаемыми незаконными действиями исполняющего обязанности генпрокурора Иона Мунтяну. В то же время в дополнительной повестке два обращения прокуроров по борьбе с коррупцией. Заседание высшего совета прокуроров началось с рассмотрения заявлений двух прокуроров, кандидатов в члены ВСП, не прошедших оценку комиссий по приветингу, которых высшая судебная палата направила на переэкзаменовку. Они просили перенести общее собрание прокуроров, запланированное на 23 августа этого года, чтобы было достаточно времени для повторной оценки и шансов на участие в выборах. Учитывая, что переоценка не будет проводиться в экстренном порядке до 23 августа, я рискую не реализовать свое право участвовать в качестве кандидата. И в таком случае будут нарушены мои права, предусмотренные как Конституцией, так и законом о прокуратуре. С аналогичной просьбой обратился еще один кандидат в члены Высшего совета прокуроров, прокурор Анатолий Гырбу. Выводы высшей судебной палаты являются обязательными для комиссии по приветингу. В этой связи, это очевидно, есть необходимость либо изменить решение ВСП от 19 июля 2023 года путем созыва общего собрания прокуроров, либо отозвать это решение. Однако на заседании Высшего совета прокуроров были отклонены оба обращения. Высший совет прокуроров постановил жалобу прокурора Анатолия Гырбу отклонить. Решение будет опубликовано на официальном сайте структуры и может быть обжаловано в Кишиневской апелляционной палате в течение 30 дней. Имеется особое мнение, подписанное тремя членами. Высший совет прокуроров рассмотрел на закрытом заседании заявление о предполагаемых незаконных действиях исполняющего обязанности генпрокурора Иона Мунтиану. Позже пленум признал его неприемлемым. Что касается обращения об освобождении Василия Плевана от должности заместителя главы прокуратуры по борьбе с коррупцией, то его автор, адвокат Игорь Хлопецкий, просил рассмотреть вопрос на другом заседании. Напомним, что общее собрание прокуроров состоится 23 августа. На этот день запланированы выборы нового состава совета. Среди кандидатов несколько прокуроров, не прошедших приветинг. В то же время Высшая судебная палата направила на повторную оценку 21 претендентов члены Высшего совета магистратуры и Совет прокуроров. В соответствии с уставом Высший совет прокуроров назначает, переводит, повышает по службе и применяет дисциплинарные взыскания прокуроров. В Бельцах полиция сегодня конфисковала палатку партии «Ренаш» в телевозрождении, которую политформирование установило для сбора подписей за признание правящей ПДС неконституционной. Во время демонтажа палатки возникла потасовка. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к прохожему, заступившемуся за представителей возрождения. Мужчина был задержан. В Бельском инспекторате полиции нам заявили, что позже будет подготовлен пресс-релиз по поводу действий сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники полиции вновь демонтировали палатку, установленную партией «Ренаш» в телевозрождении для сбора подписей об объявлении правящей ПДС неконституционной. На этот раз в Бельцах. Представители «Ренаш» телевозрождения утверждают, что палатка стояла абсолютно на законных основаниях. Местные власти были уведомлены об ее установке согласно закону о политических партиях. В демонтаже палатки участвовало 9 сотрудников правоохранительных органов. В ходе сноса палатки возникла потасовка. Как утверждают представители партии «Ренаш» телевозрождения, полицейские скрутили мужчину, который проходил мимо и решил заступиться за представителей политформирования. «Ренаш» телевозрождения, В ходе потасовки полицейские применили слезоточивый газ, брызнув из баллончика прямо в лицо задержанному мужчине. «Прикосновенность депутата вообще не слышали. Распространение информации закрывают». «Хорошо, как утверждает машину, все не уехали». «Хот что они делают!» «Полное превышение помощи. Мы оформляем заявление в прокуратуру. Хотя прекрасно понимаю, что на данный момент еще ничего не произойдет, потому что мы живем в полностью захваченном государстве от начала до конца, и там рука руку моет. Но заявление в прокуратуру будет оформлено. Они не будут отвечать перед законом сейчас, будут отвечать чуть позже». Мы пытались получить комментарии по поводу действий сотрудников правоохранительных органов в инспекторате полиции муниципе Абельцы. Однако глава структуры и он волонтер не ответил на наши звонки. Не отреагировали на наши обращения и в пресс-службе учреждения. В итоге нам удалось дозвониться до заместителя начальника инспектората. Мариан Бурлаку пообещал, что позже будет выпущен пресс-служб по поводу действий сотрудников полиции. «В дальнейшем будут подготовлены и будут представлены какие-либо…» «Коммуникат в пресс-службе?» «Да, коммуникат специалу». Несколько дней назад в Кишиневе и Единцах сотрудниками полиции были демонтированы по меньшей мере три палатки, которые партия Ренаштере Возрождение установила для сбора подписей за признание партии действий солидарной с неконституционной. Представители оппозиции считают, что правоохранители действовали по указанию ПДС. Правящая партия отвергла эти обвинения. А в генеральном инспекторате полиции заявили, что их сотрудники демонтировали палатки за нарушение при распространении избирательных материалов. Партия «Коалиция за единство и благополучие» требует отставки главы пограничной полиции россияны Василой в связи с трагедией в Кишиневском аэропорту, произошедшей 30 июня, в результате которой погибли два человека. Тех, кто разделяет это мнение, призывают подписать онлайн-петицию. В политформировании считают, что Василой несет прямую ответственность за уязвимость системе охраны государственной границы. В тексте, сопровождающем онлайн-петицию партии «Коалиции за единство и благополучие», говорится, что власти не сдержали обещания обнародовать отчет о трагедии в Международном аэропорту Кишинева, хотя уже прошло 4 недели. Тогда, напомним, в результате вооруженной атаки погибли сотрудник службы безопасности аэропорта и сотрудник пограничной полиции. Власти пообещали представить общественности отчет об обстоятельствах, сделавших возможным теракт в аэропорту, чтобы проинформировать граждан о причинах этой трагедии, кто виноват в уязвимости системы безопасности и контроля государственной границы. С сожалению, отмечаем, что практика ПДС обещать, но не выполнять взятые на себя обязательства, остается единственной константой властей. В этой связи мы решительно осуждаем эту политическую трусость и обращаемся к общественности с призывом подписать петицию об отставке главы пограничной полиции Россияна Василоя, который несет прямую ответственность за бреши в системе безопасности государственной границы, говорится в сообщении партии Коалиции за единство и благополучие. Наш телеканал попытался получить комментарии по этой теме у руководителя пограничной полиции Россияна Василоя, однако тот не ответил ни на наши звонки, ни на сообщения. Ранее Василой, комментируя требования об отставке, сказал, что воздержится от заявлений на этот счет. Я не буду комментировать политические заявления. Есть компетентные органы, которые определяют виновность или невиновность. Каждый имеет право протестовать или делать заявления. Я воздержусь от комментариев по поводу этих заявлений. Вы не хотите уйти в отставку после этого инцидента? Это все. Не комментируйте и не чувствуете себя виновным? Это все. Это все. Они рассматриваются согласно внутреннему регламенту подразделений подведомственных МВД. Мы проинформируем общественность о результатах в той степени, насколько это возможно. Нет процедуры публикации отчетов, которые являются частью расследуемых дел. Разумеется, подробности содержания этих отчетов будут представлены ответственными лицами, которые дадут объективную оценку заключению этих отчетов. Напомним, 30 июня гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта после того, как ему было отказано во въезде в нашу страну. Иностранец был объявлен у себя на родине в розыск за участие в похищении первого заместителя председателя правления одного из местных банков. Через три дня после трагедии стрелок скончался в больнице. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства при оттягчающих обстоятельствах. Также Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по признакам неисполнения или недодлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан в Международном аэропорту Кишинева, что повлекло за собой смерть двух человек. Через несколько дней после трагедии в аэропорту были усилены меры безопасности. Следует отметить, что ранее министр внутренних дел Адриан Эфрос обещал, что отчет о результатах расследования будет представлен к 31 июля. Однако в этот день такая информация не появилась. Между тем, пресс-секретарь МВД Оливия Мельник сообщила для радио Молдова, что информация будет опубликована на официальном сайте ведомства после того, как будут проанализированы все обстоятельства и сделаны выводы по результатам расследования. 12 июля правительство приняло решение выделить 1 миллион леев из резервного фонда семьям погибших. Пограничника Сергея Мунцяна и сотрудника службы безопасности аэропорта Игоря Чёфу. Деньги, которые до сих пор так и не были выплачены. Водитель, который обвиняется в серьезной аварии в ночь на 24 июля на Ботанике, который скрылся с места ДТП, предстал перед судом столичного сектора Чеканы. На его имя был выдан ордер на арест сроком на 30 суток. Прокуроры говорят, что ему может грозить до 7 лет тюрьмы и лишение права управлять транспортными средствами. Мужчина находился в здании суда в наручниках и под наблюдением нескольких полицейских. Он отказался отвечать на вопросы журналистов. Прокурор по делу Раду Талпе сообщил нашему телеканалу, что обвиняемого зовут Драгомир Попович. Ему 31 год, он уроженец Бричанского района. В момент аварии мужчина не мог управлять транспортными средствами. В ноябре его лишили водительских прав. Отметим, что ранее подозреваемый разместил на своей странице видео, как он въезжает в один из населенных пунктов на высокой скорости и пересекает сплошную линию. А при обгоне в обратном направлении едва не сталкивается с другим авто. Между тем, в соцсетях очевидцы пишут, что находящийся сейчас на скамье подсудимых водитель двигался по городу с превышением скорости за несколько минут до аварии. В подтверждении прилагается видео. На момент вождения 24 числа у него не было водительских прав. По утверждению очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокурор говорит, что доказать это процессуально уже невозможно, учитывая, что водитель был задержан через 10 дней после ДТП. На данный момент установить, находился ли водитель в состоянии опьянения в момент аварии, не представляется возможным в связи с тем, что он скрылся с места ДТП. При осмотре автомобиля мы обнаружили много бутылок, в которых был алкоголь. Поэтому можем предположить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Но доказательств у нас нет. Хотя пассажиров, которые были с ним, проверили. Все они были пьяны. В ходе судебного заседания Драгумир Попович своей вины не признал. Он объяснил, что скрылся с места происшествия из-за того, что находился в шоковом состоянии. Понимаю, что шоковое состояние может продолжаться день-два, но на третий день можно явиться в следственные органы и рассказать, что случилось. А вы видите, что сейчас уже десятый день. Более того, обвиняемый заявил в суде, что вскоре после аварии собирался пойти в инспекторат полиции, чего, однако, так и не произошло. Был проведен ряд следственных мероприятий, как по месту его жительства, так и по другим адресам. В результате полученных нами сведений он должен был обратиться в медицинский центр. Там его и задержали. Напомним, ДТП произошло 24 июля примерно в 10 вечера возле торгового центра Джамба в столичном секторе Ботаника. В результате были повреждены 4 машины, 5 человек доставлены в больницу. Водитель автомобиля Мерседес с места происшествия скрылся. Двое пострадавших были в тяжелом, но стабильном состоянии. Третьего госпитализировали в крайне тяжелом. Речь идет о женщине, матери двух маленьких девочек, для спасения которой семья собирает деньги на операцию в Германии. Ее муж сказал нам, что он доверяет молдавским врачам, но хочет быть уверенным в том, что сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь супруги. Случай расследуется по двум уголовным делам. Жителям Окницкого и Флорежского районов придется платить больше за воду и канализацию. Новые тарифы были установлены сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике. Так, за услуги водоснабжения в Окнице население будет платить 27 леев 38 банов за кубометр, а небытовые потребители 39 леев 95 банов. Во Флорежтах цена на питьевую воду вырастет до 27 леев 64 банов за кубический метр для бытовых потребителей и до 35 леев 9 банов для небытовых. На днях НРЭ также повысила тарифы для жителей Дрокиевского, Когульского, Левского и Кантемирского районов. Государство готовит к приватизации северной электросети RedNord и FeaNord. Об этом накануне порталу NordNews заявил министр энергетики Виктор Парликов. Он объяснил, что тем самым энергокомпании в том числе могут быть освобождены от коррупции. Иногда мне говорят, что некоторые тендеры могли быть сфальсифицированы, сказал министр, а также оправдал сотрудников госкомпании из-за того, что они склонны брать взятки низкой зарплатой в государственных учреждениях. В случае же приватизации, по словам Парликова, инвесторы могли бы повысить им зарплату. Находясь с визитом на севере страны, министр энергетики заявил в интервью местному порталу NordNews, что власти ищут потенциальных инвесторов для продажи северных электросетей. Что мы хотим сделать с RedNord и FNord, так это подготовить их к процессу разгосударствления или приватизации, в том числе, чтобы получить за них хорошую цену. Это значит, что нам придется повысить эффективность. Мы пока еще не дошли до этапа смены руководства. Все работают. Этот вопрос пока не является приоритетным в повестке. На данный момент мы ищем потенциальных инвесторов. Министр энергетики добавил, что приватизация это способ избавить энергокомпании от коррупции, которые, по его словам, прибегают из-за низкой заработной платы. Поэтому я был и остаюсь активным борцом за повышение заработной платы в государственном секторе, так как считаю, что без достойной оплаты труда в госсекторе мы не сможем избавиться от коррупции. По той простой причине, что люди зачастую просто вынуждены вступать в коррупционные договоренности, так как иначе они не могут обеспечить свои семьи. Мы рассматриваем на практике возможность разгосударствления, приватизации или государственно-частного партнерства, чтобы привлечь инвестиции и иметь среду, менее подверженную коррупции. Мы все понимаем, что есть как местные интересы, так и интересы на уровне центральной политики. Иногда мне говорят, что некоторые тендеры могли быть сфальсифицированы. Как у министра у меня нет времени заниматься каждой закупкой. Конечно, я поднимаю вопрос, перенаправляю его дальше, но борьба с коррупцией не является основной функцией министра. Напомним, что государство уже несколько раз выставляло северные и северо-западные электрораспределительные сети на приватизацию. Молдавские грузовики и сельскохозяйственные продукции застряли на одной из таможен на въезде в Российскую Федерацию. Согласно видеокадрам, сделанным 3 августа и опубликованным телеграм-каналом Индекс, фуры загружены сливами, персиками, вишней и черешней. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности нам заявили, что соответствующих сигналов не получали. На размещенной в интернете видеозаписи виден целый ряд большегрузов с молдавскими номерами, которые стоят вдоль дороги. Где именно они стоят и по какой причине, неизвестно. Однако автор ролика утверждает, что грузовики загружены молдавскими фруктами и находятся на таможне при въезде в Российскую Федерацию. Вот 3 августа 23-го года в Худситии, Москва. Молдавские машинки стоят. Здесь молдавская продукция. Слива черешня, лишняя персик. Мы пытались получить информацию об этом в ассоциации «Молдова фрукт». Однако ее исполнительный директор Юрий Фалы не ответил на наши звонки. Пресс-секретарь Минсельхоза Даниэла Туркулец в сообщении написала, что ведомство по официальным каналам не получало никаких уведомлений по этому поводу. И посоветовал обратиться в Министерство экономики, так как именно оно отвечает за международные экономические отношения. Там нам заявили, что экспорт сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию осуществляется в режиме свободной торговли в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли между странами-участницами Содружества независимых государств, подписанным в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года. В результате отечественные хозяйствующие субъекты, имеющие устойчивые экономические и партнерские отношения с импортерами из Российской Федерации, продолжают экспортировать сельскохозяйственную продукцию на этот рынок, что подтверждается и внешнеторговой статистикой. На вопрос, существуют ли какие-то проблемы с логистикой, как сообщают некоторые источники, пресс-секретарь Министерства экономики Алина Фрунзе ответила, что ведомство не располагает подобной информацией. Министерство экономического развития России объявило, что импортные пошлины на вина из стран, считающихся недружественными, увеличат с 12,5 до 20%. Это решение было принято в рамках мер по введению контрсанкций в отношении западных государств. В то же время, мера не коснется молдавских экспортеров. Об этом сообщили нашему телеканалу представители Национального бюро винограда и вина. Звонили в посольство России. Молдовы нет в списке недружественных стран. Мера предназначена для нелояльных, недружественных стран. Но республики Молдова в этом списке нет, согласно данным российского посольства. Вышая увозные пошлины, российские власти надеются поддержать отечественную винодельческую отрасль и обеспечить большую конкурентоспособность на внутреннем рынке. В пресс-службе Минэкономразвития России подчеркивают, что эта мера будет действовать до конца 2023 года и коснется продукции стоимостью не менее полутора доллара за литр. Тонны яблок оказались разбросаны по трассе в Сороках после того, как грузовик вылетел в Кювет. ДТП произошло сегодня утром недалеко от населенного пункта Шалканы. Как сообщила для Аризонт-ТВ пресс-секретарь местной полиции Светлана Талпе, по предварительным данным водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. 37-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. Результаты теста на алкоголь показали, что водитель на момент аварии был трезв. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. В Кишинев прибыли три американских конгрессмена. По сообщению посольства США в нашей стране, официальные лица представляют Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Соединенных Штатов. У них запланированы встречи с членами правительства и парламента, чтобы обсудить долгосрочное партнерство между Молдовой и США. Ранее вице-спикер парламента Михаил Павшой сообщил, что встречался с делегацией и обсудил ситуацию по безопасности в регионе. Программу реформ Молдовы, а также европейский путь нашей страны. По его словам, председатель комиссии по внешнеполитике и евроинтеграции Дойна Герман, а также секретарь комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам Игорь Кириак и член комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Адриан Кептанарь также приняли участие во встрече. Побеседовал с ними и премьер Дарин Ричан. Добавим, 1 августа национальная армия Молдовы объявила, что получит партию помощи от правительства США в контексте модернизации структуры и повышения обороноспособности нашей республики. Помощь прибудет в Кишинев воздушным транспортом, сообщили ведомстве. В посольстве Соединенных Штатов в Кишиневе отметили, что соглашение о плановых поставках средств обороны заключили еще в 2019 году. За последние 31 год американское правительство через европейское командование США оказало поддержку по реализации проектов по военной подготовке и образованию на сумму, превышающую 123 миллиона долларов, а также выделила гуманитарную помощь на сумму более 36 миллионов по просьбе нынешнего и предыдущих правительств Молдовы, говорится в заявлении Депмиссии. Число погибших в результате оползня, который сошел в четверг вечером на курортный поселок Шове в Грузии, возросло до 11. Спасатели продолжают поиски пропавших. Им помогают в этом волонтеры и служебные собаки. По информации местных властей, из зоны бедствия на вертолетах эвакуировали более 200 человек. В понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура по погибшим. Между тем, как сообщили нашему телеканалу в Мидеи, информации о том, что среди пострадавших есть наши соотечественники, пока не поступало. Крупный оползень сошел в районе курортного поселка Шове в высокогорном регионе Рача вечером 3 августа. В регионе повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты. Связь работает с перебоями. Руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Тимурас Мгебришвили сообщил, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие. В сеть попали кадры сразу после схода оползня. На них видно, насколько большая площадь захвачена сошедшими массами земли. Геологи оценивают их объем до 5 миллионов кубометров. Геологи оценивают их объем. Число погибших возросло до 11 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. По его словам, продолжаются поиски 25 человек. Как отметил для местных СМИ премьер Ираклий Грибашвили, посетивший зону бедствия, свыше двух сотен человек были эвакуированы вертолетами погранполиции. И что 7 августа будет объявлен день траура по погибшим. В предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны. Между тем в районе зоны бедствия в Шове собираются все больше людей, которые требуют, чтобы их допустили к поискам. Из Тбилиси и других городов Грузии с утра по своей инициативе выезжают все новые группы волонтеров. Представители МВД Грузии настаивают на том, что опасно пускать в зону поисков неподготовленных людей без спецоборудования. В район мобилизованы несколько сотен спасателей, кинологи с собаками, площадь сошедшего оползня гигантская. Как сообщили нашему телеканалу в Министерстве иностранных дел Молдовы, информации о том, что среди пострадавших есть наши соотечественники, пока не поступало. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Всего вам доброго и удачных выходных. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин